Я сейчас представлю нашего замечательного автора. Замечательный почему? Потому что он замечательный человек, он архитектор. Он, как это назвать, ну, люди, которые переживают, не просто переживают, а действуют, работают и говорят об этом, об истории России. И у Сергея много серьёзных работ. Больше ста, по-моему, да? Меньше. Меньше, меньше ста, но почти сто работ по документальных изданиях о архитектуре. Извините, что запинаюсь, волнуюсь немножко. И сегодня мы представляем роман, который был издан у нас в 2018 году, но презентации у нас официальной не было ещё. И вот в Библиоглобусе мы решили провести презентацию. Сергей, ваше слово. Сегодня Сергей пришёл не один, он пришёл с коллегами из издательства ИТРК. И я сейчас их... Сергей представит их. Да, я представлю. Да. И я передаю слово. Меня зовут Владик Дарман. Как Сергей сказал, сподвижник. Совершенно верно. И микрофон, если что, у меня в руках, я могу принести вам его, чтобы вы могли задать ему вопрос. Я буду здесь находиться. Ну, Владик, спасибо за представление. Действительно, сподвижник. Представлю ещё одну из руководителей издательства ИТРК Татьяна Сидорова. И мой основной сподвижник, главный редактор, Казанская Наталья Юрьевна, которая мне за каждую строчку изданной книжки, в хорошем смысле, мотала кишки. И теперь я спокоен за достоверность каждого факта, каждого слова, потому что это действительно было здорово. Спасибо вам большое, коллеги, за такую совместную работу. Спасибо всем, кто пришёл. Я уверен, что люди ещё подойдут, потому что в пятницу положено стоять в пробках на дачу отдыхать. А вы нашли время для того, чтобы заглянуть сюда на презентацию книги. Теперь о книге. Я избрал для своего первого исторического романа самый интересный, самый судьбоносный и страннообразующий, такой вот, подберу слово, период в истории нашей страны. Это 1549-1552 годы. Это эпоха третьего и четвёртого походов Ивана, тогда ещё не Грозного, а молодого царя Ивана, на Казанское ханство и присоединение, вернее, соединение Московского государства и Казанского ханства. Я при работе над книгой ещё более убедился, убедил сам себя, и люди тоже в этом уже убеждаются, что ни одного события в истории нашей страны не было столь значимым. Даже, не побоюсь этого слова, строительство Петербурга Петром Первым настолько не было важно, потому что Казань, Казанское ханство, соединение двух вот этих вот европейских и азиатских начал нашей страны, они позволили быть в России Уралу, быть в России Сибири, двигаться вплоть до восточных и северных морей. Это только такая страна и называется Россией, которая стоит хорошими, уверенными двумя ногами, уверенно стоит на двух частях света в Европе и в Азии. Что хочется сказать про личность молодого царя Ивана, в книжке он у меня показан немножко нетрадиционно. Обычно принято о царях, монархах, королях рассказывать как-то превосходительно, как будто бы каждое их слово входит в историю. Повелел царь, и на этом заканчивается как бы или жестокость, садизм Ивана Грозного, который уже проявился во второй, так сказать, во второй части его жизни. А он тоже был молодым, он тоже сомневался, он тоже умел чувствовать, он умел чувствовать досаду. У меня в книжке одна из первых глав, это когда он чувствует досаду от своего неудачного похода, когда у него стоит комок в горле, и он понимает, что он в жизни, наверное, ничего больше не добьется. Это чувство, наверное, каждому из нас по молодости было знакомо, и наверняка он тоже этого чувства не избежал, потому что это был живой человек. Мне импонирует отчасти личность царя Ивана, в том плане, что он при своей молодости, в 19, в 21 год, не просто сумел удержаться во власти, он и сумел набрать каких-то сподвижников, которые были многие, ненамного его старше, там, Курбский, Князь Серебряный, Портопоп Селивестер, Адашев, естественно. И неважно, что потом, конечно, потом сложились события драматические с этими людьми, но вот этот подъем, духовный и технический подъем, который они смогли создать в России, то есть, во-первых, это была военная реформа. Я не хочу делать большого урока по истории, я просто как бы введу вот в эту тему. Военная реформа, это появились стрельцы, которые были прямой аналог французских мушкетеров, когда они были вооружены примерно так же, но по последнему слову техники, ну, военной техники. Вот, это введение регулярной армии, регулярных соединений, то есть, до этого армия собиралась только по случаю войны и потом распускалась, теперь это была армия регулярная. Потом, ну, конечно, это строительство под носом у своего соперника, стратегического соперника, Казанского ханства, в 30 километрах, 26 верстах, то есть, на расстоянии одного дневного перехода. Строительство не просто крепости, не просто какой-то башни или цитадели, как это бывало в истории. Аналогов этому нет, строительство острова крепости Свияжск, то есть, это целый город, это город с 19 башнями, крепостными стенами, то есть, пряслами стен. Это, там были и конюшни, и кузницы, и амбары, и казармы, и жилье для, там, и для бояр, и для приезда монарха, то есть, это был огромный комплекс строений, который был, ну, все это как бы знают, наверное, был построен за несколько месяцев в уличских лесах, потом разобран, сплавлен по Волге на Круглую гору, которая так называлась, и собран там буквально вот к середине лета 1551 года. Это все заняло почти что меньше года. Соответственно, это даже по нашим меркам строительства, это колоссально. В середине 16 века так мобилизовать на такое качество строительства, такой масштаб, это было сложно. Аналогов этому лично я в истории не вижу. Многие писатели, авторы научных работ, пишут об этом вскользь. То есть, повелел царь, и возник остров. Даже пишут некоторые там, что стрельцы с секирами вырубили лес, собрали что-то. Но это может быть рассчитано на людей, которые не понимают, далеки от строительства, от архитектуры. Конечно, качество, даже одной сохранившейся церкви, которая стоит на острове Свияжск, Троицкой церкви, качество работы, даже сейчас, без малого прошло 500 лет, каждое бревно хранит на себе, это вот носит черты мастерства плотника, удары топора, которые видны, вот эти изгибы этих ложбинных бревен. В общем, я потом покажу это все, это все мы увидим. То есть, очевидно, что заурядный человек это сделать не мог, и Иван, по молодости, был незаурядный. Ну, тем не менее, учитывая, что речь идет в книжке об архитектуре, о строительстве, в таком вот, может быть, даже романтическом жанре, Иван, хоть он и монарх, и такой организатор, но он не главный герой, в общем-то, или не единственный главный герой в этой книге, а главный герой, практически весь сюжет книги мы видим глазами мальчика, подростка, который вместе со страной, которая вот образовывается, как ребенок рождается в крови и боли, так и страна рождалась в крови и боли, и этот вот подросток, 12-15 лет, он это все наблюдал в походах со своим мастером-дедом, он наблюдал это, примкнул к каким-то там военным соединениям, ну, там целые перипетии, не буду пересказывать, кто-то еще, может, не читал книжку, вот глазами этого мальчика, как вот мальчика из народа, мы видим все эти вот... Я хотел, чтобы в процессе чтения вот читатели почувствовали, полностью погружились в эпоху, чтобы почувствовали вот буквально на зубах эту дорожную пыль, вот почувствовали в руке, когда мы говорим о строительстве, тяжесть топора, или там, значит, вот тяжесть меча, если идет речь о каком-то сражении, там, ну, буквально там запах конского пота, чтобы вот... Поэтому книга детализирована, книга сделана максимально реалистично, вот, и герои, соответственно, переживают все эти вот события довольно... Я прошу прощения, Сергей, я сразу, потому что действительно не все читали книгу, просто в книге один из главных героев это Дед и Сергуня, и там как раз они и есть Зочи, то есть сам Дед Зочи. Правильно? Да-да-да, совершенно верно. Это как человек, который прочитал эту книгу. Я надеюсь, что люди прочитают, поэтому я как бы... Да-да-да, и там, да, практически на протяжении всей книги идет вот эта линия Деда и Сергуни, их приключения. Ну, после же этого книги и Зочи, и воины, то есть там не только Зочи, там есть и выведенный ряд воинов, они проходят весь путь, который, ну, путь всех событий из этих вот 1549-1552 годов. Вот специально карты здесь у нас вот есть. Вот они начали из Москвы, но вернее все войска всегда изначально, из поколенных веков формировались в Коломне, поэтому из Коломны они и пошли. Соответственно, значит, вот двумя путями в сторону Казани соединились. Впервые увидел царь Иван все свое войско, то есть вся вот эта вот Россия, включая огромное количество татар, которые жили, проживали на территории России, татар, чуваш, которые тоже входили в его войско, он увидел вот здесь, на реке Суре. У него, ну, по моей книге, я думаю, что это было огромное впечатление, когда ты видишь всех тех, кто вот пришел с тобой, с тобой на огромное дело. Вот, ну и дальше происходило вот взятие. А сведяшка он здесь, вот он построен буквально вот в 30 километрах от Казани. Карта, конечно, схематичная, вот, но, тем не менее, вот можно по ней это понять. В чем, я думаю, что это вызовет интерес к книжке, что все места, о которых написано в книге, они все в реальности существуют. Конечно, здания перестроены, здания не только реставрированы, но они и просто могли быть снесены и построены заново. Но место, оно сохранилось, сохранился во многих случаях ландшафт, сохранились, ну, те же реки, те же холмы, и все это можно увидеть. Если мы, не мы, вернее, а в Европе там организовываются путешествия по следам книг Дэна Брауна, я уверен, что там Париж, Рим, я уверен, что путешествия по России, вот, по этой книге, вот, без пустого бахвальства, я уверен, что это будет очень интересно, потому что можно увидеть. Татьяна, можно перевернуть кадром? Дальше. Ну, это вот я просто привожу Россию, которая достала после, не при жизни, конечно, Ивана, но его последователи. Можно дальше еще? Вот. Начинается, ну, дальше. Начинается сюжет в Москве, в селе Напрудном, которое многим известно, в Мещанский район, церковь, около которой начинается сюжет Святого Трифона стоит. Она, конечно, получила хорошую реставрацию, вот, но, тем не менее, она такая и была за лет за 60-70 до событий, связанных с молодым царем Иваном, такая она и была. Она стоит, пожалуйста, ее можно увидеть. Давайте дальше. Вот эта церковь. Ну, давайте так представить потихонечку. Вот. Углич, где рубили, конечно, мы до сих пор не знаем, где именно рубили город, вот, потому что просто леса изменились, сам вот, ну, фактура леса изменилась, остались одни березы, а строили либо из дубов. Ну, вот, разве не похоже, что вот здесь могли плоты в Угличе вот так вот вязаться, и отсюда могли начинать свой путь, свое движение где-то в конце апреля вместе с навигацией в сторону, вниз по Волге, в сторону Свияжска. Давайте дальше. Вот одна из палат, которая могла быть свидетелем этих вот событий, это единственное здание конца 15 века, которое еще сохранилось, и оно вот стоит. Знаете. Дальше. Дальше. Вот на этом можно остановиться. Но это вот уже сам остров Свияжск. В то время он еще даже не был островом, это был полуостров, но действительно во всех источниках исторических книгах описано очень хорошо, что именно его присмотрел один из князей, но в моей книге это князь Серебряный, это мог быть любой другой из подвижников царя Ивана, после неудачного, тяжелого поражения под Казанью в 49-50-м годах, отступая от Казани, вот они посетили эту круглую гору, вот эта вот круглая гора, а это река Свияга, и за ней вот этот большой, и вот за этим углом, за поворотом, во-первых, очень интересное место, я в книжке называю его местом силы, здесь Волга делает крутой поворот на юг, вот до этого она течет с северо-запада на юго-восток, и здесь поворот крутой на юг, то есть, соответственно, за этим углом и кроется столица Казанского ханства, очень и романтично, и как-то символично, вот, и по прямой действительно здесь 26 верст, в этих местах и происходило строительство. Когда видишь на это все, смотришь на это воочию, когда читают книгу люди, иногда говорят, как же они могли в пешем, в пешем прям переходе за один день дальше дойти, когда ты видишь вот так воочию, в общем-то, не так и сложно, здесь у меня герои ходят и по льду, с берега на берег, вот там и, в общем, все логично. Давайте дальше, вот, а это самая главная героиня, архитектурная героиня моего романа, Тройская церковь, которая построена, действительно до сих пор стоит из тех подлинных бревен, ну, конечно, обшивка, тез, значит, главка перестроена много-много раз, и последний раз уже 90-е годы, вот, но основа бревна, которые были сплавлены из угличей, приплыли в Казань и собраны в 1551 году, до сих пор вот хранят звон топоров. Можно еще дальше? Вот эти бревна. К ним даже прикасаться интересно, вот их трогаешь, вот чувствуешь эту энергетику. Дальше. Это другой вид этой церкви. Вот. Можно назад, да. Ну, вот это вот уже новая замена, а это вот то самое бревно, которое приплыло, условно говоря. Таким образом, по книжке, можно, вот, европейскую часть России, вслед за войском Ивана, вслед за его плотниками, то есть в книжке описан масштаб, то есть там описано не только войско, там описано, как это все было, тяжелый труд, который сопутствовал всему этому. Ну, в книжке, конечно, говорится и о Казани, потому что Казань брали, к сожалению, именно в Казани не осталось никаких памятников и францентуры, которые бы относились к ханскому периоду. Ассоциативно, возможно, что регенша маленького хана, Сюмбике, которая уехала в 51-м году в Москву из Казани, она прощалась с могилой своего покойного супруга хана на том месте, где через полтора-ста лет была построена башня, аналог Боровицкой башни в Москве. И, соответственно, вот эту башню принято называть башней Сюмбике. К самой Сюмбике, конечно, башня отношения не имеет. Больше ничего, никаких следов от Хаса и Казани нет, и все остальное, что построено, это построено воссоздание, отдавая дань тому, что это могло так быть. Но, тем не менее, в книжке описаны, конечно, в полном своем расцвете и ханский дворец по представлениям, по аналогам, как это могло быть. Ну, можно дальше? Это бревна, дверь, которая тоже... Вот такие башни, вот такие башни по задумке авторов реконструкции, они вот, ну, вполне реалистичная реконструкция того, что было дальше. Ну, можно дальше тоже, это все в книжке можно увидеть, это Макалевская пустынь, где по сюжету романа крестили, это вот вид на Свияжеское уже со стороны, со стороны высокой Свияги. Дальше вот, ну, тоже вот эта обложка, это один из вариантов обложки книги, вот башня, как бы, реконструкция, одна из тоже достоверных версий башен, как они были построены в то время. вот, в книге много героев, которые, сказать, участвовали в этих событиях с разных сторон. вот, я хочу сказать, что, не буду, как бы, рассказывать сюжет, хочу сказать, что, вообще, события исторические, которые указаны в официальных исторических источниках, они в книжке соблюдены, то есть все, что описано там, начиная от Карамзина, окончая уже там, в наше время, там, Акуниным, то, что подтверждено, все соблюдается с точностью до дня. там, где есть лакуны, истории, там есть элементы моего авторского вымысла, но авторский вымысел, он ровно настолько, насколько это могло бы быть, и настолько, как это логично могло бы быть, то есть того, что не могло бы быть, этого в книжке нет. За это я отвечаю. Ну, что еще, вот как бы, говоря о собственной книге, как бы, хвалить ее невозможно, но как стремление, то есть, хотелось придать сюжету динамики, чтобы человеку, современному, не скучно было читать, потому что, как показывает опыт, сейчас люди, вот, даже такие вещи, как «Война и мир» Толстого, читают очень редко, потому что трудно читать три страницы, как Пьер Безухов стоит у одного окна, или как, там, значит, Балконский думает, поднять ли ему, оброненную им же перчатку. Это сложным современному человеку он закрывает и больше не читает. Вот, поэтому при работе мне хотелось, чтобы сюжет, вот, как захватывал с самого начала, чтобы, взяв с собой в отпуск книжку, человек уже ее не отпускал до самого конца. И, ну, по опыту, вот, книга разъехалась по разным странам, даже, вот, там, в Париже есть, как ни странно, купили книгу, несколько штук, «Монахи из Кракова». Им очень понравилось, они читают, пишут мне, там, вступили в переписку, спрашивают вопрос, почему «Монахи из Кракова»? Не сложно, ну, им это нравится. Вот. В книге есть, ну, конечно, в книге есть тоже описание, описание природы, потому что без этого не обойдешься, и природа составляет тоже такую вот ауру погружения в эпоху, в среду, и описания эти тоже, как бы, они вроде бы довольно длительные, но я постарался сделать их не скучными. Вот дети, в том числе, мои дети читали книжку, говорят, что, ну, наверное, если, наверное, если пройдет лет 20, наверное, вот это вот описание «Волги», мы будем в школах будут учить вместо описания «Дуба». Не знаю, вот им нравится, и им очень нравится, детям почему-то нравится, ну, видимо, по возрасту нравится мальчик, который там два раза теряется. Когда шла работа над книгой, дети, конечно, присутствовали, но автор пишет дольше, автор, иногда дети засыпают, автор пишет там ночами, дети засыпают на каком-то моменте, а потом утром просыпаются, пап, мальчик нашелся, вот, ну, и уже приходится дальше читать. Ну, не все, конечно, можно в этой книге давать читать детям до 16 лет, вот, книга так и обозначена, что она имеет возрастное ограничение 16 лет, потому что в книге выведено несколько, так сказать, линий, ну, основная линия, можно сказать, любовная, и романтическая, она показана достаточно реалистично, и, ну, в общем, с позиции мужчины это писать было понятно, то есть чувство мужчины автору понять легко, вот, но ведь в книжке, как бы, без чувства женщины было тоже сложно, поэтому вот, ну, как, допустим, описать, правильно ли описать, как, допустим, что чувствует женщина, который грубо пристает, омерзительный для нее вельможа, вот, если, зайдя в мозг женщины, ну, я надеюсь, что это понял правильно, вот, допустим, там, что чувствует женщина, когда, наоборот, она влюбляется и хочет сделать первый шаг, как она это вот, вот, воспринимает, какая происходит у нее, там, внутри, вот, ломка, допустим, когда женщина остается одна с маленьким сыном, и вокруг нее одни интриганы, сплетники, враги, вплоть до физического, там, по тем временам устранения, поэтому, ну, вот, это только вам, женщинам, кто будет читать, это будет понятно, если это удалось, то, ну, это, я буду ждать отзывов. Вот, ну, хочу сказать, что, каких-то, вот, целей в создании книги я поначалу, когда я начал писать, не преследовал. Книжка рождалась не потому, что я хотел написать, просто очень много накопилось материала, сам, вот, я из города, родом из города Казани, и первые свои научные работы начинал делать в архивах Казанского государства университета, реставрацией Кремля занимался там, того же Свияжска, в Булгарах, поэтому информацию, когда ты ищешь в архивах по архитектуре, невольно, ну, какой-то пласт, большой пласт знаний попадает в голову и просто о людях, о событиях, о их делах, и этот пласт копился всю жизнь, потом добавлялась к этому опыты Москвы, соответственно, уже книжка родилась от того, что ты уже не можешь ее написать, просто это как вот из вулкана выливается лава, вот эти вот застывающие слова, строки, вот так строками это и ложилось, в общем, в книжку. Но все-таки цели какие-то вот уже, когда книжка состоялась, я вижу, что бы я хотел. Во-первых, хотелось бы, чтобы люди, прочитав ее, поняли, почувствовали, вспомнили, может быть, что у России очень интересная история, что она совершенно не менее интересна, чем «Игра престолов», вот, что она живая, что она живая вот в местах, в событиях, может, проехали, посмотрели на это еще раз, кто-то уже все это объехал, но уже прочитав книгу увидел как-то другими глазами, это было бы, как для автора, ну, вот это было бы достижение цели. вот, и, ну, мне кажется, что действительно, что мы знаем много и уважаем праздники, там, российский флаг, День единства России, вот, ну, мне кажется, что незаслуженно вот эта вот дата взятия Казани, она как-то имеет какой-то знак, ну, отчасти знака минус, то есть эта дата у нас в стране, как-то ее принято обходить, чтобы, ну, может быть, не задеть какие-то чувства, чувства, там, казанских, там, людей, может быть, татар или мусульман. Я считаю, что вот это моя позиция, что если не только не задеть, вот этим вот развитием, популяризация этой даты можно, 2 октября, когда была присоединена Казань к московскому государству, можно только возвысить, наоборот, весь народ, те народы, которые составляют Россию, вот, если даже мы вспомним, сколько, ну, во-первых, мы должны понимать, насколько проникла европейская культура после этого не только в Казань, но и далеко по всей территории, вплоть до азиатских стран, ведь это вот ключ, ключ ко всей Азии лежал в Казани, вот, потом, сколько, именно только татар, даже, если брать татары, которые потом составили славу России, в основном, это, конечно, была военная служба, вот, но это были и писатели, это были люди искусства, ну, например, мы знаем, там, Тургенев, что Тургенев вышел из татарской среды, что, что, происхождение татарской имел Кутузов, герой, 19-го года, Булгаков, Куприн, Талызина, актриса, Талызина, актриса, вот, Влада, здесь, да, вы же знакомы, с Валентиной Талызиной, вот. Да, Валентина Ларионовна говорит, что ее потомок является тем самым Талгыз. Совершенно верно, то есть, Талызины, они вышли, правда, это было начало 18-го века, они вышли тоже из татарской среды, соответственно, вот, ну, можно предчинять, я вот, готовясь к вот этой беседе, насчитал 120 фамилий, которые просто на слуху, ну, заканчивая или не заканчивая, Рудольфом Нуриевым, там, ну, это огромное количество, Тимирязев, вот, вот я даже выпил Тимирязев, поэтому, Юсуповы, ну, а Юсуповых, это отдельная тема, я даже не хочу ее касаться, в книжке она прописана очень ярко, вот, самая богатейшая, не одна из богатейших, а самая богатая и влиятельная династия, вот, после взятия Казады, вообще, среди всех дворян России, это были Юсуповы. По богатству и влиятельности никто не мог с ними сравниться никогда, вплоть до революционных лет. Вот, ну, и, наконец, в общем, кроме этих вот ярких целей, это просто романтическая и довольно динамичная для чтения книга, я считаю, что, ну, мне кажется, ее интересно читать, поэтому, собственно, книжка состоялась, я, учитывая, что она, она, да, состоялась уже в ноябре 2018 года, увидела свет, и многие люди уже прочитали, я получил отзывы, плохих отзывов нет, вот я говорю, что в Казани уже несколько девушек, которым, ну, девушек, женщин там уже, они просто мне говорили, ну, ты же с меня писал сегодня в бикет, ну, скажи честно, ну, вот же я, это же вот, я же внешне подхожу, вот я, вот, прям вот я, ну, всем говоришь, конечно, ну, как же, вот, и, в общем, пока, пока книга принята очень хорошо, но, вот такая первая презентация, это, конечно, очень значимое для меня событие, вот я, ну, хотел бы ответить на вопросы, и, в общем, дать, ну, еще слово, чтобы, чтобы вот зафиксироваться в таком вот намоленном месте, как Библиоглобус, потому что это очень важно для любого писателя, особенно для начинающего. Спасибо, пока у меня все. Можно вопрос? Книжку я прочла, я прочла, конечно, на одном дыхании, то есть от начала до конца, вот, и вроде бы такой небольшой отрезок там затронут, но за это время ваш, один из ваших главных героев, вот этот Сергули, он из маленького мальчика, такого прям наивного, вдруг он становится фактически мужчиной, да, с оружием в руках, вот, мне стало интересно, а почему, собственно говоря, вы выбрали, такого героя, то есть такого возраста, вы уже как бы такой, ну, скажем, солидный мужчина, и вдруг мальчик, главный герой, вот, почему такой юный? Ну, это, во-первых, это прямая ассоциация с самим государством российским, когда из детства оно перешло в какую-то, ну, если не взрелость, то хотя бы в какую-то юность, то есть вот это вот преломление, именно в эти годы, с 12 до 15 лет, человек становится из того, что он ничего из себя не представляет, до того, что он уже понимает, что он большой фактически, вот, хоть он может небольшой еще разумом, но он уже вырастает практически до своего роста, и он практически уже вот этот вот человек, сформировавшийся, вот, вот, поэтому выбран такой интересный, самый интересный. который у него есть, его молок, да, дядя, дедушка, он, как бы с ним, ну, то есть он учится на его примере, да, а у вас был такой пример? То есть вот вы, кого-то, вот, вы писали этот образ с кого-то? У меня тоже был дедушка, во многом, во многом, да, потому что чувствуется, что он такой живой, собственно, дедушка, да, собственно, дедушка, а вот в этом мальчике есть какие-то ваши черты? Ну, конечно, а во всех героях, кроме женских, черты мои там есть, потому что, потому что это, ну, невозможно, ты же пишешь с душой, поэтому и в мальчике тоже, когда я писал, как мальчик там порезал пальцы, когда он точил лезвие, я ощущал, что я прям сам как будто порезал. А вы когда-нибудь держали топор, то есть пытались вот что-то такое? Я умею держать топор, да. То есть вы можете прям вот сделать какой-то сон? Нет, я не мастер в, там, в деле плотницком, там, или столярном, но я умею, надо рубить дрова для костра. Я просто вижу, что вы с такой любовью рассказывали об этом срубе, мне даже казалось, что вы хотели его погладить. Да вы знаете, я его много раз гладил, потому что это действительно, это уникальное сооружение. Я почувствовала эту любовь к дереву, потому что там все, а вся крепость, она была, там вначале все было из дерева, а потом... Она была деревянная, да, с 1556 года началось каменное строительство. Понятно. Да. Все. Кто-то еще хочет задать какие-то вопросы? Друзья, не стесняйтесь, если вы еще не взяли книгу, можете ее взять, полистать, посмотреть, может быть появятся вопросы в ходе нашей презентации, и если вам это будет интересно, вы сможете эту книгу купить, а рассчитаться можете на выходе из Библиоглобуса, там где есть касса. Есть еще вопросы? Нет. А, сейчас, сейчас, сейчас. Прыскок, сейчас, секунду. Я парочку вопросов тоже задам. Мы знаем, что это не первая ваша книга, связанная с историей Казани. Откуда такой интерес именно к этой теме? Ну, это книга, именно художественная первая, а я специально принес. Одна из книг, которые написаны о Казани, вот я ее, ну, она продавалась в Библиоглобусе тоже, не знаю, сейчас уже есть или нет, может быть, кончилась, переиздавала три раза. Эта книга документальная, там не только история, там и современность Казани, и мое отношение к Казани, как к городу, объективное, как рожденного там человека. Откровенно говоря, приезжает очень много, всегда приезжало очень много гостей в Казани, прямо вот с моего, с моей ранней юности студенческой. Всех приходилось водить в Кремль, водить по разным местам историческим, всем объяснять, что башня Сюенбеки на то, что на нее не бросался. В итоге это все мне надоело, я решил сесть, написать книжку, потратил две недели, написал ее, все основные факты по городу сложил, и, в общем, она вот получилась. А потом она вот переиздавалась, дополнялась. А вот про Сюенбеки, действительно одна из версий, то, что она сбросилась с башни, вторая, то, что она дожила до глубокой старости. У вас в книге ее смерть происходит совершенно неожиданно. Где историческая правда? Ну, про башню я уже изложил, то есть за год до взятия Казани, кстати, это не царица Сюенбеки, это регенша при малолетнем хане Сюенбеке, жена двух, одна из жен последнего хана Сафагирея, у нее их было четыре, вот, но она была самая любимая и самая деятельная. Вообще, в Казани и в Казанском крае личность Сюенбеки легендарная и очень любимая. Не только татарами и мусульманами, но и всеми остальными. Те, кто любит историю, хорошо относятся именно к этому образу. Видимо, она была действительно очень ярким человеком, который был неузаурядной личностью. Естественно, даже работая над ее образом, изучая исторические источники, я увидел, что очень много было вокруг нее, даже в Средневековье было очень много сплетен. Ее пытались связать в какой-то связи с братом или с сыном ее покойного мужа. То есть, ну, очень много. Это, видимо, во все века было, когда вот женщине было явно нелегко. Про ее жизнь до отъезда в Москву, за год до взятия Казани, написано много и более-менее известно что-то. Про ее дальнейшую судьбу неизвестно ничего вообще. То есть, есть домыслы. Есть один из таких же домыслов абсолютно, что она дожила в городе Касимове, будучи женой хана Шахали, касимовского хана до глубокой старости. Но эта версия, я специально ее проверял, съездил в Касимов, пообщался со всеми представителями науки и истории в этом городе, которые очень хорошо знают, просто досконально знают историю. И про каждую личность, которая была когда-то, вплоть до 14 века, они знают все. Они мне достоверно, каждый сказал, что ни одного подтвержденного научного или физического, фактического факта, что присутствие Сюмбеке в Касимове нет ничего. Поэтому я в своей книге придал ей более романтическую кончину, более достойную, скажем так. И ее любовь была не как описывать, не сплетней про нее, а была очень светлым, и таким светлым, ярким чувством. Поэтому фишки я немножко ее приукрасил, может быть. Ну, в общем, как положено. Какие главы, либо места в книге вам кажутся наиболее удачными, на ваш взгляд? У меня есть главы, которые сложились буквально за сутки. Ты садишься и пишешь беспрерывно, которые выливаются, над которыми не было никаких правок абсолютно. Но они в основном связаны именно с этим мальчиком-подростком. Первый раз он у меня теряется на ледяных просторах реки Свияги. Я пытаюсь сделать интригу, что с ним будет дальше. И повторно потом пропадает, когда он пошел на вылазку в Канскую Казань, и снова, в общем, там интрига. Описанные вот эти вот места мне, так сказать, в основном очень это нравится. Ну, а в целом все остальные, все остальные, ну, каждый глава проработан довольно качественно. В произведении ведь персонажи передвигаются на огромные расстояния. Как вы высчитывали хронологические рамки передвижений и событий? Чтобы не попасть под критику каких-то вот особо дотошных читателей, я каждый, вот, каждое... Ну, во-первых, события довольно известны, поэтому, когда оно произошло где-то, это, ну, мы видим по истории. Когда, откуда они вышли, тоже понятно. Поэтому остается только умножить на пеший и конный ход. Мы знаем, что на коне человек мог проходить от 30 до 50 верст в день, вот, а пешком от 15, допустим, зимой до 20 километров верст тоже. Вот, соответственно, это вот... Простая математика. Да, это математика. Ну, не простая, но она как бы такая, чтобы никто не докопался, условно говоря. Хорошо, спасибо большое. Передаю микрофон. Есть еще вопросы? Нет? Можно? Случайно попала к вам на презентацию вашей книги. Да, действительно любопытная. Хотя к историческим романам сложное отношение. Очень много всяких, отключая, отвлекающих моментов по жизни. Я не литератор и не специалист. Но вот как читатель, я могу сказать, конечно, объемный и такой роман, который сразу несколько отпугивает читателя, честно вам скажу. И когда я ее открыла, я увидела очень скудное оформление художественное. Неужели нельзя было сделать лист А4, какие-то узловые моменты, ну, как-то украсить все это, чтобы привлечь, вот, в частности, меня, как, я, конечно, наверное, куплю сегодня, почитаю об этом городе, о нашей истории. Но очень жаль, что такой труд, я не уверена, что вот, посмотрев, мы же и визуально воспринимаем издание. Понимаете, меня немножечко это смутило. Спасибо за вопрос и за критику. Я сам уже, так сказать, вижу какие-то моменты, которые при переиздании этой книги будут, естественно, учтены. Иллюстрации я попросил сделать моего друга, просто для меня это был первый художественный роман, вот, надеюсь, что он будет не последний, вот, моего друга, хорошего художника из Казани, вот, он очень сильно увлекся, он так над ними работал. И к концу, когда я уже завершил работу, он все не мог закончить, и уже издательство, вот, уже торопило, и говорили, давайте, что хоть что-нибудь. Ну, в общем, есть такой момент, хотя, вот, если вы прояснете, вот еще, это, во-первых, Сиит Кул Шериф, один из, вот, таких, самых, ну, ярких персонажей со стороны Хаса и Казани. Вот, проясните, пожалуйста, еще. Вот, вот эта ресуррация мне очень нравится, например. Вот, это, это, ну, в общем, такая авторская работа, это непобедимый Япончак, который громил отряды Ивана Грозного на всех поступах к Казани, вот, и справиться с ним было совершенно невозможно, только каким-то путем обмана, обмана и каких-то там, да, хитростей со стороны уже, там, вельможность, подвижников Ивана. Вот, вот эта ресуррация, мне кажется, ну, а в целом, конечно, да, это Коломна, где собирались войска, ну, все это, в общем-то, достаточно известные памятники. Вот, спасибо за вопрос, я, в общем, критику принял. Я хочу вас поблагодарить, в первую очередь, за то, что вы не сделали из серьезного исторического романа комиксы, поэтому сколько людей, столько и мнений. Я имею в виду, что иллюстрации, необходимые материалы, я думаю, что вы это все учитывали всерьез. И мой вопрос касается того, что в вашей книге, я так понимаю, достаточно серьезно задета женская тема. А почему? Почему вы эту тему решили изложить, и, ну, что вам это навеяло? Ну, вся жизнь человека, книга была бы неполной, неинтересной, если бы в ней не было темы любви и любовь, естественно, мужчины к женщине, другую мы не рассматриваем. Вот, поэтому, вот, сказать, это вот два начала, и не я, без них невозможно, без них просто, ну, роман не состоялся бы. Я хочу сказать, что в этом романе несколько любовных линий, и ты хочешь все время, когда читаешь эту книгу, ты хочешь узнать, а что же произошло с этими героями. Все время, там до конца, мы не понимаем, что произойдет с теми, и с другими, потому что Сергей так хитро их, всех героев перекидывал на другие страницы, на другие главы, что-то, ну, да что же с этим героем, ты хочешь и хочешь прочитать. И когда ты уже в конце, вот, про это, Японча, правильно? Да, да. Японча, он, конечно же, не просто так появился у него, он не просто гонял там русских со своей... Дружиной. Дружиной, да. То есть он играет большую роль в этом романе. Ну, сыграл. Так случилось. Ну, да, совершенно верно. Я ответил на вопрос? Спасибо. А Японча у вас, он положительный? Вот вы его... Я почувствовала, что вы его любите, но вы как вообще? Вы на чьей стороне? Ну, вот в современном мире, в наше время, Япончу назвали бы полевым командиром. То есть это факт. Как можно вот любить человека, который своей профессией... Ну, его профессия это убийство, фактически. Его профессия это постоянная война. Они жили набегами. То есть именно вот... Именно вот Японча. Хотя, кстати, я немножко разовью вот тему, не только на вопрос, но вот что, не договорил. Вот. Я не хотел именно в своем романе упрощать, как это может быть делалось раньше, что вот... Ну, как штамп взятия Казани. То есть вот татары из Казани делали постоянные набеги на разные русские города и веси. Потом, значит, все это надоело Ивану, он собрал войско и пошел и, значит, там вот взял Казань из-за этого. То есть все гораздо сложнее. Далеко не всегда какой-то вот князь или мурза, и бег, который совершал набеги, это было желание хана, какого-то верховного правителя. Совершенно необязательно. То есть там было очень много разных течений. Вот. Власть в Казани переходила из рук в руки. То они дружили с Европой и с Москвой, то они дружили только с Крымом, а с Москвой враждовали. То есть, собственно, это, в общем, во многом погубило ханство. Вот. Японча — это фактически человек, который убивает, который... Его профессия — воевать. Это невыбедимый воин. Но, естественно, к таким сильным личностям относишься с уважением. Даже если это и противник, вот, так сказать, вот, ну, официально принятых, так сказать, ну, добрых сил, скажем так. Вот. И черты его... У него очень много черт положительных, потому что он никогда, нигде и по истории, и по книжке не является предателем. То есть, он очень любит свою родину, свой родной городок Арск, так назывался он, именно городок Арск, вот, Арскую крепость. То есть, для него именно самым болезненным было это вот взятие русскими войсками Арска. Ну, есть черты, за которые его можно уважать. Любить, конечно, нет, но уважать, действительно, да. Но он целиком выдуманный персонаж, или у него есть прототип? Нет, нет, нет. Ну, вот, если мы первую карту вернем, там прямо... Можно, вот, вернуть? Прям номер ноль. Вот карта. Это персонаж абсолютно исторический. Он действительно... Вот, даже, только мы называем, я, панча, здесь вот на карте, обращаем, вот это довольно крупный, очень мобильный отряд, который многие годы не давал возможности окружить и взять в блокаду Казань. Но вы о нем что-то читали, или вы просто домыслили? Нет, нет, нет. Именно читали? Нет, ну, конечно, как он говорил, ходил, и что он там делал, кроме своей войны, это, конечно, вымысел, а все, что касалось его сражений, да, это, конечно... А не боитесь, что вот после вашей книжки, да, там у вас где-то есть, куда делась казна в Сирюмбике, что сейчас люди пойдут прощупывать дно? Ну, это давняя история про сокровища Хаска Казани, когда совершили революцию в 17-м году при Ленине, они продали возможность, американцы продали возможность поискать сокровища в озере Кабан. Естественно, американцы ничего не нашли, но деньги заплатили. Вот. И поэтому это, в общем, не с сегодняшнего дня вымысел, это довольно такая... Спасибо большое. Друзья, есть еще вопросы? Нет? Ну, я надеюсь, что вас книга заинтересовала и когда вы прочтете, появится вопрос, вы сможете задать им, автору на Фейсбуке, написать ему, задать ему те вопросы, которые у вас появятся. Спасибо. Спасибо.